Так вот, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Это мы говорим о том, что человек под названием Чиликин Алексей, который прямо перед вами никогда не верет. Именно поэтому я сейчас продемонстрировал вам фирму Лимхольн и фирму Форд. По сути дела это одно и то же, то есть это топовое подразделение от фирмы Форд. Я вам точно говорю, потому что у меня есть абсолютно все модели машин, и честнее, и красивее, и ремонтируемее этих автомобилей не существует в природе. Хорошая тема, правильно? То же самое, когда мы говорим о качестве питания. Качество питания. И лучшее качество питания, и где я вам это показываю. Сегодня будут две точки. Одна из них вокзальная 110. Столовая по-домашнему. Вы даже не представляете, насколько это вкусно. Хотя, в принципе, вы уже должны представить. Посмотрев мои сюжеты в Ютьюбе, вы должны понимать, что на протяжении 7 лет мы работаем и питаемся только здесь. Никаких проблем у меня лично не возникало. Так же, как и у тех других, которые в прошлом сюжете. Вы, кстати, это тоже можете посмотреть на Ютьюбе. Они говорят, что изжоги не было никогда. Как меня достала эта реклама? Мы втираем ценники. Зачем? Вместо того, чтобы радоваться цифровой спутниковой сетью, у нас всего 25 цифровых каналов. Пусть люди мозги включают сами. Они же есть. У меня много человеков, хотящих жизни в славе ТВ. Но денег нет. А так на здоровье. Хотя здоровье есть не у каждого. Потому что в столовой по-домашнему на вокзале 110 кормят не просто изумительно, а вкуснейшим образом. Вам насколько здесь нравится ход? Да, нормально, вкусно, всегда все свежее. А сколько вы раз здесь питаетесь? Вот я здесь седьмой год уже питаюсь. Нравится просто изумительно. Я здесь уже, ну, второй год. И нравится? Да, приезжаю вот в командировку сюда. Раз в неделю, два раза в неделю стараюсь постоянно здесь пытаться. Частый гость, да? А почему вам это дело нравится, столовая, подумаешь? Потому что дома не успеваю приготовить. Но здесь же настолько же вкусно, как и дома. Может, наверное, и вкуснее, да? Да. Понимаю, вы достаточно частый гость ресторанов и кафе, правильно? Только вот эта столовая. Но понимаете, о чем у них речь? Мне так кажется, что по вкусу этой столовой рядышком ничего нет в природе своей. Нет, здесь вкус такой, домашний вкус. Домашний вкус, да? И достаточно разнообразное меню. И манты у них вкусные, и плов, и картошечка с печеночкой. То есть есть возможность перекусить, да? А вообще я обожаю их сердечки. Куриные, не их, а куриные. Очень вкусно готовятся, вообще бы рекомендую. Среди сказки рассказывать не буду. Я безумно хочу кушать, поэтому дома не перекусил. Естественно, потому что я знаю, где я буду есть. Это будет изумительно. А вот, вопрос номер два, естественно. То есть мы уже переговорили с человечком, да? Мы переговорим со мной. То бишь, давайте все-таки определимся с чебуреками, да? То есть у нас что-то чебуреки бешеных денег решили строить. Я не хочу, чтобы мои чебуреки таких денег стоили. То бишь, давайте определимся, что такое чебуреки от столовой по домашнему. Пункт номер один, здесь всегда меняют масло. Естественно, без этого чебуреки настоящие не получаются. Пункт номер два. Знаешь, что такое чебуреки? Вообще, откуда они взялись? У нас есть уральский чебурек, а я хочу сочинский чебурек. Потому что, по сути событий, чебуреки у нас прошли от Сочи. Это потом уже у нас сделали уральские чебуреки. То есть, по сути событий, что вы едите в уральский чебурек? Я не противник качественных уральских чебуреков. Здесь, кстати, можно выбрать и уральские чебуреки, и сочинские чебуреки. Сегодня мы выберем сочинские чебуреки. Ну, а давайте определимся по количеству теста. И то, и другое одинаково. Только здешнее тесто, оно подпеченное, так вот делается. А уральское тесто, оно становится большим, понимаете? То есть, в принципе, то же самое. То есть, но сумма именно сочинских чебуреков, которые здесь сделаны, как соча, да-да-да. Ну, надеюсь, рублей дешевле. Но, когда я ем, я еще до мяса не дошел, но уже чувствую. Да, тот самый аромат, тот самый аромат. А теперь я съем мясо. Скажу, насколько это вкусно. Не торопимся. М-м-м. М-м-м. Я не знаю, как здесь все это делается. Я не знаю, как здесь все это делается. Но здесь готовится просто изумительно. И так, у нас в городе три точки. Мы могли бы это сделать больше. Но возникают проблемы. Если вы очень крутой повар, реально крутой повар, который может приготовить. Понимаете, я повар хороший. Но я не самый крутой повар. У меня нет специальности такой. Я готовлю это вкусно. Но если вы понимаете и хотите нормально заработать, и понять, что вас оценивают, я бы рекомендовал приехать на вокзаль на 110. Записаться, и тогда, возможно, мы накормим весь город. Еще вариант с конкурентами. Тут их рядышком пруд-пруди. В принципе, дом оперы и балета. В принципе, в пределах 500 метров есть практически все. Без машин. Альфа-центр, центр МВД, дети тут же, студенты здесь же. К слову, от единого университета подняться можно. Чем мне нравится Магнитогорск? Шаговой доступностью. Если вы не впендячиваете ценники за поперченное мясо, как шашлык, то за сумму онную вы поедите с большим вкусом и удовольствием. Здесь, на Ленина 12. Потому что повара от винта таким памятник надо ставить при жизни вместе с директором. Здесь все выглядит, ну, как домашняя еда. Это и есть домашняя еда. Очень вкусно, аппетитно. Даже невзирая на то, что здесь можно покушать в других местах, рядышком, и через дорогу, вы все равно приходите столовую по домашнему? Да, здесь потому что милые дамы, отличное обслуживание, недорого. Самое главное, вкусно. Это тоже немаловажно. Все. Здесь уютненько, как дом. Сами с Беларуси приезжаете в город Магнитогорск? Да, я, получается, проездом. Проезжаете в городе Магнитогорск и покушаете все-таки в столовую по-домашнему. Почему? Мне понравилось здесь кухня хорошая. Суп вчера горбух выбрал, рыбу, горбушу запеченную, мне вообще понравилось. Я хотел бы сегодня эту горбушу поесть, поел в следующий раз. Но по уровню горбуши она мне настолько вкусила. Я такого уровня покушал один раз. Знаешь где? На Первой Петровской ассамблее в Москве. Такая же вкусная, была замечательная горбуша. Только там была семга. А это была такая же горбуша. Но сделано просто вкуснее. Нет, нет, нет. Здесь, да, отлично они приготовились. Сейчас вообще тут прекрасно. Мне понравилось. Довольно часто приезжаете? Да, я здесь обедаю, завтрак и ужинаю. Нравится? Да, даже очень вкусно. Но хватает денег на питание здесь? Хватает, вполне. Вполне хватает, да? А как здесь вкусно? Вкусно здесь готовить? Да, кормят очень вкусно. Домашнем так. Отличается. То есть примерно домашний, да, так? Ну не примерно, а домашний. Домашний. Здорово, бедный брат-студент. Но не бедные же братья, да, Витя? Да, вообще. Хватает на жизнь, на еду хватает. На еду хватает. Вы питаетесь здесь? Да. По-домашнему? Да. Почему вы здесь питаетесь? Вкусно и недорого. А вот маленький вопрос из студенческих корней. То есть я в институте питался чебуреками. Много таких чебуреков было, после них была глобная изжога. Здесь изжога есть? Нет, здесь все хорошо. Мы поэтому сюда и приходим. Нравится, да? Да. То есть у меня болгарские корни там вовне присутствуют, с гагаузскими корнями. Немножко еврейских корней. Ну так. Ах, спасибо, ах, спасибо. Да, 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 да. Ах, ах, да. Теперь будет быстро рассказывать, потому что эфирчик у нас очень маленький. Но давайте все-таки попробуем то, что делается в России. Это суп со щаволем. Да, 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 да. Перекушу и скажу, насколько это вкусно. Я не знаю, как это делается. Я не знаю, как это делается. Я так не приготовлю. Вам понятно, да? Я умею готовить, но так нет. Ммм. Да. Ну, понятно, да? Ммм. О! Чуть позже доем, однозначно. Ммм. Теперь, в связи с тем, что я не совсем русский человек, да, мягко так скажем, надо еще русского было мне найти. Я любитель... Часть моя, это часть болгарина, естественно. Вот. А в Болгарии что мы едим? Мы едим болгарский перчик. С... Это болгарский перчик, да, да, да. Вот. Мы его сейчас покушаем. Ммм. А где у вас болгары тут живут? Они где, болгары здесь не живут, понимаете? Потому что здесь болгары не живут, здесь живут наши россияне. Но как они готовят? Атлентирский вопрос. Да. Да что это такое? Съем однозначно. Но есть такое дюйное событие. В Болгарию почему-то я не могу приехать. Ну, вы знаете почему, да? То есть на протяжении 8 лет нас туда просто не пускали, естественно. Так же, как я не могу приехать в свое место жительства, где мой дед-то находился. Это было местечко в Молдавии. Тараклия. Как? Как там еще можно было проехать? На самолете. Я хотел бы, конечно, приехать в машине. А поэтому по дороге туда не получилось. Но я неоднократно ездил в Турцию. И однажды я съездил в Турцию через Грузию. И вам честно я тебе скажу, что вернуться бы на круги своя наш замечательный СССР, а лучше еще чуть-чуть раньше. Про Грузию я сказал. Грудка куриная, грузинская. Она настолько вкусная. Ох, блин, даже язык прикусил. А по дороге у нас есть еще одна страна. Мы туда, хотя в принципе, если наконец-таки все это дело прекратится, можно будет смотаться на машине, естественно. Есть такая страна Италия. А вы думаете, Итарию здесь не умеют готовить? Рис из зотто, сделанный в Итарии. Сейчас я попробую просто вкусить его отдельно. Рис, в котором кукуруза и горох. Доземный просто, просто реально вкусно. То есть есть возможность качественно перевкусить. Но давайте зададим вопрос. Где мы находимся? Ленин 18. Рядышком с нами находится несколько торговых точек. Не знаю, почему они ко мне не обращаются. Это их не проблема. Мне больше нравится столовая по-домашнему. Естественно, здесь рядышком есть курники. Разные курники. Так вот, курник, рядышком, который находясь... Я не буду показывать, где, но вы поймете. Он там стоит 75 рублей. Курник здешний стоит 55 рублей. Попробуем? Ну, чтобы было понятно, да? Давай, ряк. Да. Это изумительная, вкулья. Но цена-то дешевле. Потому что здесь на вас деньги не делают, здесь вас кормят. А потом вы, поняв, что так приготовить, вы дома не сможете, естественно придете сюда. Вот это очень хорошая тема. Я вам честно скажу. Да, мы умеем питаться правильно со вкусом и послевкусием. Про послевкусие я вам сделаю следующую передачу. Послевкусие от Первой Петровской ассамблеи. И послевкусие от Столовой по-домашнему в Магнитогорске. То же самое. А вот мы об этом и будем говорить. Я не буду врать. Я не сторонник вранья. Есть отдельные товарищи, враньем занимающиеся. Вы, может быть, их смотрите, а, может быть, нет. Я никогда не вру. Я сто процентов вам говорю, что здесь очень качественная и вкусная пища. Где здесь? Ленина 12. Столовая по-домашнему. Жить не просто вкусно, а жить надо изумительно.